МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы снова встречаемся с Айвар Амстракшесом, экспертом в сфере транзита и перевозок. Многие годы он проработал на предприятии «Латвийская железная дорога» и отвечал там за финансы. Поэтому, может быть, сегодня мы услышим от него некоторые вещи, которые, может быть, в широкой общественности неизвестны. Может быть, не в таком большом объеме известны. И эти истории касаются наших взаимоотношений с Литвой, которые сейчас, как вы знаете, опять вступили в некоторую фазу таких споров. И эти споры касаются транзита калийных удобрений. Литва, присоединившись к американским санкциям против Белоруссии, должна была прекратить экспорт продукции Беларусь-калия через Клапецкий свой порт. Однако не прекратила. Более того, получила аванс в размере 10 миллионов долларов за эти перевозки. И это вызвало буквально правительственный кризис в стране. На прошлой неделе мы как раз говорили об этом с моим коллегой из Вильнюса Владимиром Бадо. А сегодня мы с Айваром Стракшнсом обсудим тему взаимоотношений наших стран, конкуренции. Мы часто говорим о том, что мы, балтийские страны, являются такими сестрами, они должны помогать друг другу, укреплять балтийское гене. Единственное, на самом деле получается, что не всегда мы едины. Более того, мы являемся конкурентами за многие вещи, в том числе и за транзитные перевозки. Добрый день, Айвар. Добрый день. Итак, история началась, наверное, вот этих споров между странами. Один из того, что Литва разобрала рельсы, которые вели из латвийских портов на Можийкай, на нефтеперерабатывающий завод, который имел таким образом возможность дешевле и быстрее поставлять свою продукцию вагонами на экспорт. То есть расстояние от Можийкая до, наверное, Рижского порта короче, чем от Можийкая до Клайпид. Это так или всё-таки в чём-то была другая причина таких действий со стороны Литовской железной дороги? Ну, причина действий со стороны Литовской железной дороги была, скажем, в их опасении в том, что грузы с Можийкай уйдут на латвийские порты. И, как вы уже прежде говорили, наши отношения очень такие, скажем, напряжённые в сфере транзита. Мы являемся конкурентами. И если, скажем, латвийская страна всегда была более-менее либеральная, как мы видим, у нас есть литовские магазины, больше литовских товаров, больше литовского бизнеса, скажем, на территории Латвии, то по ту сторону границы, но очень мало латвийских предприятий, мало наших продуктов. И в том числе, скажем, в этом транзитной сфере мы тоже более-менее либеральны. Но литовцы очень, как сказать, стерегут свою территорию, свои интересы. И понятно, когда у них получился конфликт с ПК Орленд, новыми собственниками Можийкайского нефтеперерабатывающего завода, и в чём заключался этот конфликт. ПК Орленд считал, что литовцы слишком много хотят получить денег за транспортировку с Можийкай до Клайпеды. И, с другой стороны, литовцы так не считали. И они продолжали, как сказать, держать эту цену. И ПК Орленд в одно время понял, что договориться не удастся, и пошёл в латвийскую сторону. Это был 2008 год. Были намерения со стороны, сейчас уже новых собственников Можийкай, весь транзит, весь экспорт литовского перерабатывающего завода пустить через Латвию. Потому что тут были экономические причины. Скажем, инфраструктура у нас была всегда более дешёвой, чем в Литве по железной дороге. Расстояние от Можийкай до Риги было... Есть короче, да? До Венспилса немножко длиннее, чем до Клайпеды, но там у Венспилса другие, скажем, больше порт, больше возможностей дать хорошие цены на перевалку. И литовцы испугались. Испугались. Ввиду того, что не было никаких других аргументов, то просто разобрали дорогу, чтобы Латвии не прошли. И ПК Орлиан с ними боролся, судился. Мы со стороны немножко так смотрели, чем это всё закончится. Закончилось тем, что ПК Орлиан подал Европейскую комиссию, Европейский суд. И если так смотреть, в 1917 году Европейская комиссия сказала, дорогая Литва, вы были неправы, вам надо платить штраф 28 миллионов. И там были такие... Кому интересно, на русском, наверное, нет, но в латышском языке и на английском можно это решение. Сюда можно посмотреть, там интересно, он длинный, но там много всяких таких интересных, пикантных деталей. Но, в общем, они заключили, что по злому умыслу они это сделали и должны платить штраф. Хорошо, когда было это решение, мы поняли, что ввиду того, что мы тоже потерпевшие, и чтобы, скажем, как-то обозначить то, что нельзя вот так между странами. С одной стороны, когда тебе выгодно это всё либерально, а когда тебе не выгодно, то ты уже совсем не либеральную политику, скажем, уже осуществляешь. И с такой точки зрения мы выдвинули претензию к Литовской железной дороге. Её, скажем, поготавливала экономическая часть одна из четвёрки международных аудиторских компаний, поэтому там с цифрами всё в порядке. Она заключалась с двух составляющих. Одна была прямые убытки, которые мы понесли за то время, пока железная дорога там не работала, до реньги всё равно хоть в меньшем объёме, но мы её содержали, амортизировались в пути. И поэтому у нас были определённые сдержки, которые бы не были, если бы эта дорога работала. Ну, то есть непроизводительные издержки вы понесли фактически. Да, да, да. И с другой стороны, неполученная прибыль. Эта неполученная прибыль, она оценивалась со стороны железной дороги порядка 57 миллионов евро, и со стороны карго около 25 миллионов евро. А в чём разница авера между дорогой и карго? То есть это плюсовать надо эти цифры? Это надо плюсовать. Или 50, в том числе 20? Это надо плюсовать. И поэтому в общей сложности мы выставили претензию от карго и от железной дороги на 82 миллиона. Но пока ещё не в суд просто железной компании, литовской железной компании. И с той стороны было такое, ну, очень обиженное состояние. Но надо понимать сейчас, если мы смотрим на то, скажем, на те объёмы, которые и на те деньги, которые они воспрепятствовали переходу на латвийскую сторону, то надо понимать, что общий объём запланированного экспорта с Майжайке был где-то 4,5-5 миллионов тонн в год. Это около 8-10% нашего годового объёма. Значит, объём был, с одной стороны, очень большой, с другой стороны, и большие деньги. Вот если мы так в среднем берём, что порядка с одной тонны, которая проходит через Латвию, в Латвии остаётся около 14 евро, то тогда мы видим, что каждый год около 50 миллионов евро доходов на латвийскую сторону было, ну, скажем так, с этим решением убрать дорогу, было оставлено Литви. Ну, то есть, Айвар, секунду, я вас перебью. Получается, что вот эти 70 или 82 миллиона, которые вы попросили, это фактически убытки за полтора года, а дорога не работает уже 13 лет. То есть это очень как бы... Вы по-божески попросили. Она попросила... Она не работала до 2019 года. Конец 2019 года они уже восстановили дорогу, можно было работать, но время прошло, с одной стороны. С другой стороны, они уступили ПК Орлину по перевозкам, там нашли какое-то решение. Понятно, ну, с одной стороны, мы приняли за основу то, что заключила сама Европейская комиссия, потому что они нашли документы, подтверждающие намерение всю перевалку вести через латвийские порты. Это мы сами не придумали, это есть в документе. И с другой стороны, мы только неполученную прибыль, если порты к нам не подключились по каким-то соображениям, но мы эту претензию выставили, потому что считали, что мы не имеем, скажем, права сами принимать решение, простить кого или не простить. В любом случае, должен решить кто-то третий. И никого третьего, кроме суда, не было. Мы, конечно, понимали, что судиться надо будет сначала в Литве, скорее всего, опять дойдет до Европы. Вопрос не столько в деньгах, сколько в принципе, что есть вещи, которые просто нельзя делать. И так что такое решение у нас было. Но когда пришел Линк, это сквозь, и там сильно поменялась такая риторика. И в этом смысле тоже, что дороги должны с собой договориться. И он считал, что это не совсем правильно бороться за свои, скажем, за свои права. И сейчас я понимаю, что этот процесс спущен на тормоза. Сначала было понятно, Литва опротестовала это решение. Но 18 ноября 2020 года европейский Виспаре, общий или общественный суд, не знаю, как по-русски перевести, приняла решение, что оставило, скажем, это решение Европейской комиссии в силе, но на 8 миллионов евро снизило, снизило, ну, скажем, штрафные платежи. Потом Литва еще, но в конце этого года уже просила аннулировать, аннулировать, скажем, штраф, но уже вопрос о том, виновный или невиновный, уже не стоит. Конечно, они виновны, конечно, они из корыстных таких побуждений и в нарушении европейской законодательской нормы действовали, и они нанесли вред, в том числе и Латвичской железной дороге, латвийским портам, латвийской экономике. И если вот мы так смотрим с большой дистанции, ну, за это время Латвия не могла, могла при хорошем стечении обстоятельств, что действительно весь груз бы перешел в Латвию, что тоже, ну, довольно сомнительно, скорее всего, он поделился бы, ну, скажем, более-менее поровну, половина в одну сторону, половина в другую сторону. И то это около полмиллиарда евро, это то, что не дошло до нас, а Литва с таким, скажем, решением, таким поведением оставила эти деньги у себя, да. В Транзиде очень большие деньги, если, так скажем, объемы крутятся в миллион. Айвар, вот как развивается история с допуском на инфраструктуру литовскую? Я помню, на Балтийском форуме несколько лет назад, когда приезжал Игорь Левитин, бывший министр транспорта Российской Федерации и помощник президента Путина, шла речь о том, что наши грузовые операторы могут поехать, например, на Литву, через Литву на Калининград, для того, чтобы обеспечить перевозки для российских грузовладельцев, грузоотправителей, в рамках, опять-таки, европейской политики либеральности, доступности инфраструктуры для всех перевозчиков. И тогда говорилось о том, что латвийские перевозчики готовы это делать. Однако, насколько мне известно, Литва не дает, фактически она не отказывает в этих перевозках формально, однако не дает ни график для этих перевозчиков, как бы технически выдвигает основания для того, чтобы эти грузы не поехали. Вот вы в курсе, что там сейчас происходит и будут ли по этому поводу суды, как вы думаете? То, что там сейчас происходит, я не в курсе, но если нет никакой публичной информации, то, скорее всего, не происходит ничего. Карго, скажем, мы в этой части работали, Карго имел раньше, скажем, до 2019 года определенные планы на Литву, потому что конкуренция у нас тут довольно большая, они хотят к нам ехать, но мы хотим к ним ехать, но понятно, что легко они к этому коридору на Калининград не подпустят, там без судов ничего не обойдется. С одной стороны, конечно, есть либеральный рынок, либерализация железнодорожных перевозок, но Литва считает этот участок, скажем, такой своенациональным, ну, скажем, недостоянием, а такой стратегическим интересом. И понятно, что на этом участке они очень много зарабатывают. Там, если российская сторона была бы, наверное, очень заинтересована либерализацией вот именно этого участка, потому что цены были бы намного ниже, но ввиду того, что там есть монополии, Россия не в Европейском Союзе, и, скажем так, что на них там можно ставить, ну, какие цены ты хочешь, там никому ничего объяснять не надо. Инфраструктура, она стоит то, что стоит, а перевозчик берет столько, сколько он по максимуму может взять. Поэтому с российской стороны там понятен интерес, чтобы были другие перевозчики, цена снижалась, да, но в принципе в таком далеком, ну, скажем, за то, что там надо за это бороться, это такое понимание у нас было, поэтому Карга регистрировала компанию в Литве и пыталась найти какие-то, скажем, подходы. Сначала вообще ехать по литовской территории, а потом уже думать дальше, да, но Литва всегда держала монопол по железным перевозкам, да, и за счет вот этого она сильно выиграла в том, что у них, скажем, эти были хорошие возможности, у них только один порт, порты не конкурируют между собой, и ихний порт Клапецкий все время вел очень агрессивную политику, и железная дорога ввиду того, что она имела монополию, и была, скажем, непрозрачна, она могла в некоторых случаях давать очень хорошую цену, а в других случаях, ну, скажем, нет, как в сторону Калининграда, и у нас были такие подозрения, что за счет завышенных тарифов на Калининград они способствуют конкурентоспособности Клапецкого, скажем, этого направления. Понятно. То есть это для них такая курица, которая несет золотые яйца, фактически, калининградский транзит. Да, конечно, конечно. Мы бы тоже хотели, чтобы у нас был такой участок, где никто не лезет, есть большой объем груза, и можно ставить какие цены, ну, не какие хочешь, но, скажем, высокие цены. Ну, то есть получается, что вот эта как бы политика открытости, либеральности, она в какой-то мере является лицемерием, потому что тот, кто хочет, и тот, кто желает соблюдать эти правила, он их соблюдает, а тот, кто не хочет, может не соблюдать, и пока вот этого отщепенца не вызовут в суд, фактически ничего не изменится, и фактически получается, что Литва крутит Латвии, как хочет, она там заставила нас отказаться от дешевой белорусской электроэнергии, от российской дешевой электроэнергии, под флагом того, что вот они там атомные станции построили вблизи Литвы, она свою когда-то закрыла, и, конечно же, обидно, но тем не менее мы почему-то идем за этой политикой вслед, и в ущерб своим жителям получаем этот ресурс гораздо дороже, чем могли бы получать, а вот в ситуации с перевозками, с железной дорогой, или с тем же Клайпинским терминалом Литва все-таки придерживается своей жесткой линии и фактически не не подпускает никого к своему пирогу, что называется. Вот только судебным порядком это можно решать, или все-таки существуют какие-то упрощенные процедуры жалоб, например, Еврокомиссию на несоблюдение неких регул или каких-то правил и так далее. Ну, жаловаться это плохая черта характера жаловаться. Ну, жаловаться кто? Жаловаться тех, которых обижают. Самое первое, что надо делать, не надо позволять себя обижать. Если у нас есть интересы, значит, за эти интересы надо бороться. И то, что я не хочу литовца, упрекнуть, они делают это все для своей пользы, для пользы своих жителей. Но если мы разрешаем за наш счет это все делать, то это проблема не в литовцах, это проблема в нас. Мы всегда знаем, что в конкурентной борьбе всегда есть такое, кто кого куда подвинет или не подвинет. Если обе стороны довольно одинаково сильны, то должны договариваться. если одна сторона такая вот как у нас иногда эта политика получается, тогда она всегда отступает, лишь бы не было конфликта, лишь бы все было хорошо, лишь бы все было тихо. Нас не поймут, как это будет выглядеть и так далее. Но мы видим, что сейчас поднялась эта волна насчет калийных удобрений, но надо же понимать, что все белорусское калий шел через Венспилс когда-то. Если мы сейчас смотрим по статистике, это 11 миллионов тонн каждый год переваливалось калийных удобрений через Клайпеду. Это могло быть, если бы мы не потеряли, если бы литовцы не были бы очень агрессивны в этом смысле, то мы бы не потеряли эти калийные удобрения, они бы и сейчас шли через Клайпеду. Но сейчас бы не шли эти санкции американские, хоть и они не обязательны для стран Европейского Союза, но их очень дорого может получиться их не соблюдать. Это все понятно, почему литовцы так, скажем, взволнованы. И я не думаю, что с латвийской стороны предприятия рискнут переваливать эти калийные удобрения, но раньше они были у нас, каждый год мы теряли пару сот миллионов евро за счет вот этих калийных удобрений. Это могло бы и не быть, но литовцы получили к себе, вот мы от них, нам труднее что-то, ну скажем, получить, потому что она борется. Латвийская сторона не борется за свой рынок, она как-то не понимает, что это какие-то особенности, непонятие такое, как работает экономика. Либеральная экономика это, скажем, такая занавеса, а в действительности каждый все-таки борется за свой рынок. Тот, кто открывает свой рынок чужим, а свои интересы не может, скажем так, соблюдать на экспортных рынках, то он всегда теряет. Это мы видим по текущему счету платежного баланса. С Литвой у нас большой минус. Большой минус, и литовцы молодцы в этом плане, но это не в наших интересах. Ну, еще, наверное, вопрос, который напрашивается, это позиция министра Талиса Литвеца по поводу этого спора, при том, что мы знаем, что железная дорога попала в убытки Латвиза в прошлом году, и государство вынуждено было компенсировать какую-то часть денег для того, чтобы банки, которые финансировали ранее, Латвийскую железную дорогу, продолжали, так сказать, выполнять свои обязательства в отношении этих кредитов, не требовали их немедленно погасить, и получается, что вот эти 80 миллионов евро, которые мы могли бы получить в качестве компенсации убытков прошлых лет со стороны Литвы, они были бы нам совсем не лишними, они бы позволили как-то выправить ситуацию, получить какой-то резерв, небольшой денег для того, чтобы финансировать какие-то текущие необходимые расходы. Как же можно понять такую соглашательскую позицию или даже пораженческую позицию министра? Ну, очевидно, есть люди, у которых пораженческая позиция, как вы говорили, уже в крови. Понятно, что это судебные разбирательства, никто не знает, чем они закончатся и когда закончатся. Я не думаю, что, скажем, такой суд может там раньше 7, 8, 9, 10 лет закончиться с каким-то окончательным решением. Но то, что надо, почему надо бороться за свои интересы? За свои интересы надо бороться с одной стороны деньги, с другой стороны, чтобы в другой раз неповадно было. И когда другая сторона, она видит, что ты борешься за свои интересы, она их начинает учитывать. Если ты за них не борешься, тебя используют по полной. Сейчас политика в транзите, что грузов нет, не будет, никто к нам не повезет, это проженческая позиция. Почему? Потому что человек не понимает, как можно на конкурентном рынке работать. Он видит, что у всех что-то идет, а с кем я буду конкурировать? Если у России не было никаких других выгодов, своих портов, было, не было, Клайпецкого порта, тогда было понятно, почему груз пойдет в Латвию. Это очень убогое мышление, потому что мы знаем, что со стороны монополии это уже не бизнес. Сейчас мы должны научиться в конкурентной среде работать. И литовцы нам тут в таком плане пример. Если взять этот год, мы всегда говорили, что грузы есть, просто с ними надо работать. Сейчас последняя четверть грузы довольно хорошо идут в Латвию, но они идут не благодаря латвийской политике по транзиту и работе министерства, в том числе министра, а вопреки, потому что они сказали, что нет, грузов нет, не будет, и не работали. Сейчас два года практически не работали с нашими соседями. Поймите, если работа была бы более-менее на позитивном ключе, найти общие интересы, как их реализовать, у нас же грузов было бы больше. Раз они идут даже тогда, когда их никто не хочет. Тогда вопрос о том, какие грузовые объемы были, если над этим работали профессионально. Мы можем привлечь грузы только тогда, когда мы экономически целесообразны. Наш рынок, наш транзитный коридор, но думать только в таких категориях, что в России свои порты, литовцы что-то делают, это неправильно. Это надо, во-первых, понять свои сильные стороны и продавать их, эти сильные стороны. У нас есть такие, да. И работы с сопреждением о том, мы говорили уже об этом в предыдущей встрече с вами, Айвар, как раз когда обсуждали не ближайших соседей, а Казахстан, возникло большое предложение зерна на мировые рынки и это зерно невозможно было вывести через Китай и в Китай напрямую. Значит, возникла идея транспортировать морем, соответственно, нужна железная дорога, нужна перевалка в порту и так далее. Тут, конечно, латвийская железная дорога могла бы, как говорится, подставить плечо, но все эти вопросы согласуются достаточно заранее, сложно, то есть нужно получить график движения, нужно получить возможность освобождения здесь вагонов, отправки этих вагонов обратно, потому что большой вагон и дефицит. То есть это большая работа профессионала, и в этом случае, конечно, для того, чтобы эту работу организовать, нужно, чтобы непосредственные исполнители встречались со своими коллегами на другой стороне, а не чиновники за государственные счеты ездили развлечься и там, не знаю, купить сухофруктов на рынке в Алма-Ате. Вот. Это, к сожалению, тоже такие реалии, которые вызывают ну и критику, и огорчение, потому что на самом деле железная дорога это десятки тысяч людей, которые вокруг этой магистрали живут, которые соседствуют с ней в портах, которые соседствуют с ней на станциях, которые поставляют вагоны, которые ремонтируют эти вагоны, то есть нельзя рассматривать это в отрыве от сопутствующей экономической инфраструктуры. Хорошо, Айвар, а как вы думаете, все-таки вот возможности экспорта удобрений белорусских, они, скорее всего, будут искаться, отыскиваться через российские порты ввиду вот этих американских санкций? Или все-таки есть какая-то надежда, что, например, Венсплесс может возобновить работу своего калия-парка? Ну, пока с санкциями там не разберутся, я думаю, Венсплесс ничего не пойдет, с другой стороны, если мы вот так смотрим, из этих санкций, скажем, Беларусь, она же не сильно страдает, да, калийное удобрение это такой вид, скажем, этих мест, где-то калийное удобрение есть, да, Беларусь, Россия, там еще где-то в мире есть, и если допустить того, что калийное удобрение с Беларусью вообще не попадет на рынок, это вызовет большие проблемы с продовольствием, да, потому что калийное удобрение одно из основных, которое нужно для сельского хозяйства, да, но я думаю, что вместе кандемии с Россией они эту проблему решат, потому что Китай все-таки не присоединяется к санкциям, Азия не присоединяется, они будут экспортировать в другое место, то, что мы на выходе от калийных вот этих получим, получим более высокую цену на минеральные удобрения, Литва потеряет вот за год, как они сами думаю, пару сот миллионов евро, да, Белоруссия она только выиграет, потому что из-за этих санкций поднимется цена на минеральные удобрения, калийные удобрения, да, и они еще отыграют на том, что потеряют вот эти, скажем, возможности по более короткому пути переваливать калийные удобрения, они их перевезут через российские порты, да, там я не вижу проблемы, не вижу проблемы для Белоруссии, я вижу проблемы для Белоруссии и России вместе, да, для Белоруссии были бы проблемы, но если Россия подключается и они их решают и понимаю, что они решают их сейчас, то проблемы только вот для Литвы. Для нас были бы возможности, скажем, забрать обратно то, что те грузы, которые раньше были, так скажем, латвийскими, да, но Но навряд ли это будет. Плохо будет то, что если эти санкции затянутся, выстроят новые портовые мощности для перевалки, и потом уже этот груз обратно не придет. При Балтике. Ясно. Ну что ж, перспективы, к сожалению, какие-то нерадужные, но вывод, который мы можем сделать из сегодняшнего разговора, это то, что за свои интересы нужно бороться в Латвии, не быть такой избиваемой сестрой в этом Балтийском сообществе. К сожалению, литовцы ведут себя более жестко, более, может быть, агрессивно даже в плане защиты своих экономических интересов. Они готовы поступить со многим и воевать до конца в этом плане. И, конечно, только соглашенческая, соглашательская или пораженческая позиция, она очень наносит большой ущерб. И мы надеемся, что у нас на носу уже следующие выборы. И, наверное, стоит ожидать, что все-таки народ как-то оценит деятельность существующего правительства по достоинству. И, возможно, что в новый кабинет министров идут люди, более активно защищающие латвийские интересы, интересы латвийских предприятий, перевозчиков. И транзитная отрасль, которая по разным оценкам давала от 10 до 30 процентов латвийского ВВП, восстановит свои позиции, потому что это география, это политика и география, которые идут рука об руку и которые никуда не тянутся, поскольку и Латвия со своего географического места никуда не передвинется. В нашей сегодняшней программе принимал участие Айвар Стракшес, эксперт по транзиту, многолетний член правления Латвия. Спасибо, Айвар, за ваши комментарии. Я думаю, что мы попросим Айвара прислать ссылку на решение Еврокомиссии по конфликту Латвии и Литвы по железной дороге на Можийкай. Присоединим его как ссылочку и к записи в Фейсбуке, и к записи в Ютьюбе, чтобы наши слушатели и зрители могли ознакомиться с этим решением и понять, какими мотивами руководствовалась Еврокомиссия, принимая это решение. Программу «Подоблека» сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Спасибо вам большое за внимание и до встречи через неделю. Продолжение следует...